сегодня получил вот такой счетчик электроэнергии марка sdm-230 матбас который попробуем подсоединить через вай-фай компьютеру персональному который установлена программа nox или первые смартфону не имеет значения главное что было установлено приложение каскаду так посмотрим что сделали небольшой проект на каскаде и отображается напряжение и график есть но здесь визуализация сделана чисто для примера ближайшее время я буду делать у себя доме где уже более концептуально продумал какую тег легкие графики нужны где какие архивы что выводить и что может быть лишнее сейчас я от вывел первых там шесть значений там их регистров свыше 40 можно разных параметров вот мы вводим напряжение ток текущий угол фазы как я понял из перевода чистота энергия потребленная активная и линерку зеленая активная общая здесь надо еще разбираться чем они отличаются потому как сейчас вроде бы в показания одни и держим ну задача данном примере показать как это необходимо соединять значит и данный счетчик мы сейчас давайте вернемся еще к самому схеме соединения данный счетчик имеет встроенный раз протокол rs485 матбас рту там клейма 56 вот этим мы его используемся мы возьмем преобразователь сейчас открою его так модули вайфай вот этот конвертер возьмем рс485 вайфай и через него по вайфай свяжемся с роутером а дальше уже с роутера связываемся с любым устройством в частности с каскадой установлены в ногсе будем работать вот преобразователь значит в чем особенность данного счетчик электроэнергии принципе нем реализован стандартный довольно ким от вас рту функции в основном те которые параметры те которые нужно считывать ток напряжение и так далее они считываются как input регистры для этого как раз в каскаде и были внесены изменения и добавлены функции для шлюза как input чтение input регистров потому что большинство аналогов сигналов контроллеров которые работают с аналоговыми сигналами работают как input регистры для этого в новой версии как раз и была добавлена возможность шлюзом читать данные из input регистров в интернете можно найти описание задав в поиске sdm 230 вот я нашел pdf по файл и вот здесь есть таблица регистров input регистров значит что есть какие особенности здесь адреса пока указаны по порядку но мы видим от 16 личным что они допустим первый регистр это линия вольта показывает нулевой регистр а здесь пишется но тройку мы не в любом случае не пишем это показывает область регистров но здесь следует указывать адрес на единицу меньше если здесь написано 1 значит нужно нулевой адрес 7 адрес ток нужно на задать нужно 6 и так далее вот энергия так дальше продолжение из таблицы вот ниже сейчас покажу там есть и холдинг регистры но не как правило меняют настройки самого счетчика я настройку сменил с пульта вот регистры вот результирующий активный модуль активная энергия и вот это так я использовал вот я написал к я использовал регистр у импорт актива энергия то есть регистр который показывает общую потребленную энергию киловатт часа проекте но потом и дальше покажу как это делается еще до скажу что по умолчанию пришел мне счетчик который работает на частоте ps485 2400 бот каскада имеет минимальную частоту 9600 поэтому пришлось нажимая кнопки переключить и задать скорость 9600 ну собственно говоря и все настройки этого счетчика и да и так и так дальше вернемся к ноксу вот мы видим ничего сейчас остановим проект и посмотрим какие еще особенности у этого счетчика есть ну или вы скажем по-другому с чем он не совпадает с касками переходим на схему значит имеются шлюзы по количеству параметров в томе 6 параметров выводится 6 шлюзов ставится источником и не является устройство df1 а регистр тот который нам нужно читать который берется из таблицы вот нулевой регистр источник следующий регистр шестой и так далее какие необходимо брать параметры а складываем мы их в источник в систему начиная с 10 регистры то есть но это флот данные передаются два регистра поэтому первый кладем в 10 регистр параметр второй параметр который находится в шестом регистре кладем в 12 регистр и так далее то есть 10 12 14 16 18 20 то есть данные берем с каждой своего регистра например вот этот регистр там 342 по таблице мы берем и кладем 20 системный регистр а дальше ну что чем не совпадает каскада с этим счетчиком функция который мы читаем данные вот здесь мы установили правильно ведь input не холдинг регистр а input регистр но все дело в том что в по сети сами данные передаются несколько другой последовательности по умолчанию в каскаде передаются байты старшим байтом вперед начиная то сейчас я даже это покажу как он передается какой последовательности сейчас для этого откроем настроечки час секунду это просто взял pr200 на примере его показать покажу как в какой последовательности передаются байты в каскаде и в этом счетчике вот в каскаде реализовано старшим байтом вперед то есть система 2143 то есть сначала младший регистр но старшим байтом вперед потом старший регистр тоже старшим байтом вперед в в этом же счетчике реализована следующая почти после последовательность он передается старшим словом вперед то есть старшим регистром но младшим байтом то есть у него так сказать формула 3 будет точнее последовательность код последовательности 3412 в этом счетчики но счетчики в принципе есть разные в каждую может быть свое быть но в данном случае для этого конкретного счетчика последовательность передачи такая старшим регистром вперед и младшим байтом период для этого чтобы собрать нам каскаду счетчиком мы просто сделали перестановку регистров и все то есть наши регистры которые параметры сохранились они лежат десятом двенадцатом вернее десятом одиннадцатом алё да да сегодня подъеду спасибо извините прервался на звонок то есть мы плат данные положили в десятый регистр и 11 в 12 13 14 15 и так далее ну указываем только начальный адрес тогда мы берем другую область памяти выделяем еще у нас шесть параметров значит еще так сказать 12 ячеек ну грубо говоря младший байт мы кладем в тридцать первый регистр то есть 10 31 а 11 который был старшим регистром положили в тридцатый то есть мы поменяли местами младший и старший регистр то есть первый регистр который был десятый мы положили его как бы автору во второй в другой области 31 регистр который был вторым шел старший мы положили в тридцатый то есть помощью такой схемы к мы перевернули старые первые и вторые регистры местами и теперь у нас данные которые будут воспринимать каскада правильно находится вот в этих регистрах 30 31 32 33 ног это в тип флот вот мы все регистры поменяли мы перевернули местами и теперь мы уже работаем с этими регистрами то есть на индикатор вот они мы выводим 30 регистр указываем 32 и так далее ну естественно не забывайте ставить в настройках индикаторов тип переменной дробные затем привязали к этим же регистром еще и графики это следить нужно это на любителя нужны они не нужны можно привязать графики архивы что еще здесь сделано предполагается сделать потом в конечном проекте это мы поставили еще один шлюз мы взяли данные из 40 40 регистра из после последние данные то у нас общая счетчик накопленный мы берем и переписываем свободный регистр 42 по смотрим настройках по фронту то есть по нажатию кнопки из регистром 46 бит 0 вот у нас на сейчас мы перейдем и покажу то есть вот она у нас кнопочка это нужно для чего что когда вы оплатили у вас сбросились и начинают считать рубли снова то есть данной схеме мы делаем что мы от текущего значения от 40 отнимаем то значение которое было переписано в момент нажатия перепис они равны стал быть разница здесь вычитание стоит флот записываем регистр 44 то есть после того как оплатили у нас как бы счетчик обнуляется то есть мы не должны никому и заново у нас счетчики показания растет и здесь начинает как бы от нуля считай затем это значение умножаем на тариф у меня в данном случае 50 рублей на 4 копейки и выводим на другой счетчик это рублей то есть принципе можно сразу показывать сколько киловатт часов за ну за месяц за какой-то период там неважно причем это с первого числа или с 15 какого числа вы платите какой день вы платите да тогда и нажимаете кнопочку и вы видите сколько у вас уже набежало рублей и киловатт соответственно давайте включим посмотрим как будет работать до графики поставил обновление 1 5 секунд можно время тоже поставить любое но графики здесь больше для настройки построил для для проверки работы счетчика вот посмотрим как напряжение в принципе у меня довольно сильно гуляет 220 230 вот если так понаблюдал уже немножко сейчас включен буквально один паяльник нагрузку на счетчик но схема соединения счетчика есть прямо в своем корпусе на несложные думаю есть кучу есть много видео примеров не будем повторяться здесь была сбой немножко подключились так все подключились есть просто меня над сделано макетной плате да и принципе уже немножко роутер подзавязанного очень устройств на нем иногда бывает такой вещь но он устанавливается дальше продолжает здесь данном случае на визуализацию это не влияет то есть соединился по цели снова подсоединился то все данные сохраняются все все дело в том что она если это будет смартфон планшет у него энергонезависимая память системной области поэтому все данные сохраняются вот мы видим что уже набежала там 35 рублей сначала моих экспериментов видим как меняется напряжение в каких пределах токи сейчас можно подключить попробовать дополнительную нагрузку меня там есть пистолет для сварки пластиком нагревательный я смотрю ключ воткнем вот воткнули да ток сразу скаканул на холодную теперь немножко будет нагреваться пол будет падать вот мы видим как веселье от себя ток напряжение угол фазы ну потому что там тоже паяльник и т.н. они все это спираль накручены имеют индуктивную нагрузку в этом немножко отличается ну да ближайшей перспективе я поставлю силовой щиток данное устройство и может быть с ним увидел уже готового устройства как это реализовано в окончательном варианте визуализации ну здесь предполагается еще поставить компонент архив я сам скажем раз сейчас считывать показания и потом смотреть анализирует виде графика потому что но очень важно там для цели экономии важно узнать допустим какие нагрузки как влияет на потребляемую мощность принципе можно их вывести там есть еще один параметр потребляемая мощность вот наверное надо было его вывести то есть не общая энергия счетчика так сказать текущие то есть перемножение ток на напряжение там есть такой параметр его можно вывести . мгновенное значение мощности такой параметр можно выводить и смотреть как он меняется в зависимости от включенной нагрузки в доме то есть очень удобно для анализа потребления для экономии отключаем вторую нагрузку ну вот таким вот образом работает данный счетчик спасибо за внимание немножко придется доработать схему но главное что каскада напрямую ну через конвертер точнее сказать wi-fi rs485 соединен счетчиком а далее сигнал с роутера можно уже обрабатывать каскады установлены на смартфоне планшете и так далее спасибо